Красный Крест, Гринпис, Всемирный фонд дикой природы Это все примеры организаций, которые в одних странах называют неправительственными, в других – общественными, в третьих – добровольными, благотворительными, неприбыльными. Ну а в России – некоммерческими общественными организациями, сокращенно НКО. НКО или некоммерческая организация – это организация, не имеющая извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками. Некоммерческие организации могут создаваться для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ. По последним данным, в нашей стране насчитывается более 11,5 тысяч НКО самой разной направленности – поддержка культуры, волонтерства, реабилитации, социальная защита инвалидов, ветеранов детей, патриотическое воспитание. Во всем многообразии направлений НКО представлены в Чувашии. В республике их действует около полутора тысяч – это федерация разных видов спорта, союза художников, театральных деятелей, композиторов, ассоциация стоматологов, молодых предпринимателей, студенческие организации и военно-патриотические общества. Согласно законодательству Российской Федерации, некоммерческие организации могут получать средства из нескольких источников. Это могут быть федеральные гранты от Министерства экономического развития страны или президента, региональные гранты, субсидии местных министерств экономического развития, глав регионов, донорские средства крупных НКО, частные пожертвования. О финансировании НКО говорил Владимир Путин на форуме «Государство и гражданское общество». Сотрудничество, содержательное партнерство государства и некоммерческих организаций сегодня развивается достаточно динамично, в том числе при реализации социально ориентированных проектов. Постоянно растут и объёмы господдержки некоммерческих организаций. Действует система грантов. Об этом вот сегодня тоже говорили. И было сказано также о том, что с 2012 года, например, финансовая поддержка некоммерческих организаций только по линии президентских грантов увеличилась почти в 4 раза и составила 3,7 миллиарда рублей. Мы, разумеется, будем продолжать эту работу и дальше в финансовом плане. За три года, с 2011 по 2014, на поддержку некоммерческих организаций «Чуваши» из бюджетов разных уровней выделено порядка 43 миллионов рублей. Поддержку получили более 100 НКО. В этом году будет выделено уже предусмотренным в бюджете и федеральным, и в нашем общая сумма чуть более 11 миллионов рублей. Мы планируем объявить начало приёма заявок 16 сентября. В течение месяца организации некоммерческие могут подавать документы сюда, в министерство, и потом уже конкурсная комиссия будет принимать решение сначала о допуске заявок к конкурсу, а потом уже по оценке заявок. И где-то в декабре организации уже смогут получить средства на реализацию своих социальных проектов. Одна из НКО, которая будет и в этом году претендовать на грант – Чебоксарская городская общественная организация ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов. Опыт успешной реализации грантовых проектов у них уже есть. В 2013 году мы получили субсидию под свой проект с компьютером НАТЫ, в котором мы поставили целями и задачами обучить ветеранов, пенсионеров и войны, и труда, и правоохранительных органов, и вооружённых сил, с категориями которых мы работаем, обучить компьютерной грамотности. Мы даже не ожидали, что у нас будет так много желающих обучаться компьютерной грамотности. Благодаря полученной субсидии мы оснастили один компьютерный класс. Плюс ещё мы просто договорились с национальной библиотекой, которая нам тоже выделит компьютерный класс с десятью компьютерами. За время работы проекта обращаться с компьютерами уже научились 120 пенсионеров. Работать в этом направлении организация планирует и дальше. Так в новом учебном году за парты с компьютером села новая группа. Социально ориентированное НКО, которое занимается проблемами инвалидов, также в приоритете у государства. С 2006 года мы выигрываем гранты различных уровней, в том числе и международных. Четыре раза мы выигрывали гранты Общественной палаты Российской Федерации. Два раза выигрывали гранты для социально ориентированных некоммерческих организаций. Целевая аудитория для нашей – это молодёжь, которая имеет различные проблемы, начиная от трудоустройства до определения со своей будущей профессией. Например, у нас был очень интересный проект «Ловушки на рынке труда». Речь идёт о мошенниках, которые появляются на рынке труда во времена, скажем так, экономического спада. Это различные агентства по трудоустройству, которые нацелены на выманивание денег у безработных. И именно такую просветительскую работу мы будем вести. Российское военно-историческое общество основано в 2012 году указом Владимира Путина. В Совет общества входят министр обороны страны Сергей Шойгу, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, председатель, министр культуры Владимир Мединский. В Чувашии филиал открылся два года назад. В военной истории в Чувашии, несмотря на то, что в отдельных областях она исследовалась, тем не менее она остаётся неизученной как таковой. Практически мало что-то известно о наших земляках периода Первой мировой войны, Отечественной войны 12-го года, то есть то, что связано с войнами Российской империи. Практически мало известно, в общем-то, о воинском сословии Чувашии 17-го века. Наше общество, в общем-то, сейчас стремится как бы объединить всех желающих заняться военной историей, этой тематикой. Региональной субсизии данная НКО ещё не получала, однако идей и проектов очень много. Один из вот таких вот проектов, скажем, включится нашему обществу в реэкспозицию музея Василия Ивановича Чапаева. Вот, создать музей казачества. Есть желание создать ряд памятников. Ведь, в общем-то, не секрет, что на территории Чувашии памятников нашим воинам, посвящённым, скажем, воинам Российской империи, практически нет. Впрочем, наличие идеи ещё полдела, чтобы получить финансовую поддержку, будь то гранты или субсидии, важно грамотно оформить документы. Здесь нередко возникают проблемы, а представители НКО отмечают, написать заявку на грант республиканского уровня в разы сложнее, чем, к примеру, на президентский грант. Специалисты настаивают, гранты и субсидии выделяются из государственной республиканской казны, а значит, важно учесть все детали. Так или иначе, количество людей, готовых тратить личное время и силы на решение тех или иных проблем общества с каждым годом становится всё больше. В некоторых областях общественные проекты оказываются куда эффективней казённых организаций. Доля и количество участников растёт где-то примерно на 25% выросло за год. Как правило, институты гражданского общества, наверное, всё-таки призваны в том числе и быть ближе к людям, да, и, наверное, может быть, помогать государству в решении каких-то социальных проблем, да, на которые у государства может быть и есть средства, ну, поскольку мы выделяем, да, из бюджета, но, к сожалению, нет каких-то временных и трудовых ресурсов. И поэтому та помощь, которую некоммерческие организации оказывают, в том числе и государству, для решения каких-то социальных проблем, она, конечно, очень существенно и значима. Как говорил президент, добровольничество, благотворительность, меценатство имеют в России глубокие корни, а чувство гражданского долга, патриотизм, доброта, милосердие всегда являлись нашими базовыми ценностями. И ничего с веками, слава богу, в этом смысле не меняется. Субтитры создавал DimaTorzok